Качественно и оперативно по этому принципу строят свою работу Центры государственных услуг, в которых можно получить все необходимые справки и документы, а также информационную и консультативную помощь, что значительно облегчает доступ населения к такого рода услугам, экономит их время и средства. Репортаж о новых адресах Центров госуслуг. В этом году в шести районах Кашкадаринской области построены и сданы в эксплуатацию современные центры по оказанию государственных услуг. Среди них и новый адрес в Черохчинском районе. Отметим, что до настоящего времени Центр занимал лишь три кабинета, выделенных в здании районной налоговой инспекции. Как видите, построили двухэтажное здание. Первый занимает Центр государственных услуг. На его постройку, в том числе с районного бюджета, выделили средства в размере 425 миллионов сумм. Благодаря всеобщим усилиям новое здание со всеми удобствами начало свою работу, чему мы очень рады. Сейчас стремительно увеличивается потребность населения в подобных услугах. Просторное, комфортное и современное здание со всеми удобствами построено на основе государственного частного партнерства и оборудовано по последнему слову техники. Здесь есть и кабинеты для консультантов налоговой, управления юстицией, ЗАГСа и нотариата. А для посетителей зал ожидания, детская площадка, библиотека и отделение банка. По новому адресу граждане могут обратиться в народную приемную президента, премьер-министра, а также в ряд других ведомств и инстанций. Для удобства граждан формируется электронная база данных, что ускорит работу и обмен документами. Для этого все ресурсы подключены к оптоволоконным линиям. Кроме этого, ведется работа над созданием инфокиоска и системы электронной очереди. Я предприниматель, и моя работа связана с Центром государственных услуг. Когда он находился в старом здании, мне приходилось долго ждать своей очереди. Теперь же все изменилось в лучшую сторону. Я пришла получить ИНН, и в течение 20 минут мне его предоставили. Население Чаракчинского района — 416 тысяч жителей. И до недавних пор Центр государственных услуг мог обслуживать лишь 300-350 граждан в день. Теперь показатель удвоился. В короткий период перечень оказанных услуг достиг 140. За это время количество обращающихся увеличилось на 50-55%. Только в Кашкадаринской области за 6 месяцев текущего года населению и бизнесу оказано 465 тысяч 380 услуг. В ближайшие дни в Мирешкорском, Касбинском и Нишанском районах будут сданы в эксплуатацию здания Центров государственных услуг. Вместе с этим Центр государственных услуг появился из Центра Джизака Махали-Обот. На его открытии присутствовала областная и районная администрация, которая также поздравила всех присутствующих с 29-летием независимости республики. Ветеранам труда и гостям, принявшим участие в мероприятии, была проведена экскурсия по новому зданию, оснащенному новейшим оборудованием. Отметим, что Центр был построен на основе государственно-частного партнерства и 10 миллионов сумм вложений. И в данное время располагает 143 государственными услугами. В его деятельность входит не только поддержка населения, но и субъектов предпринимательства. Можно с уверенностью сказать, что свидетельство тому создание узбекско-китайского торгового дома. Мы начали работу в новом здании. Для тех, кто хотят начать предпринимательскую деятельность, мы поставляем им новые технологии и технику из Китая. У нас есть соответствующие соглашения, на основе которых мы доставляем запасные части. Наряду с качественным и оперативным оказанием государственных услуг, не нужно забывать и о строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований, что и делают сотрудники Центра. Отметим, что здание построено в удобном для всех месте, с использованием современного архитектурного дизайна. Граждан встречают и после детального изучения направляют соответствующие окна. Здесь также есть детская площадка, инфокиоск и зал ожидания. Словом, все, что нужно для комфортного обслуживания населения. Продолжение следует...